Тысячи людей ожидают начала парада в центре Севастополя. Ровно в 10 часов знамя победы на площадь Нахимова выносит представитель военной династии, внук участника Великой Отечественной войны. Парад! Мирно! Для встречи справа! На Краку! Товарищ командующий Черноморским флотом Российской Федерации, войска Севастопольского горизона, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны вооруженных сил, для парада, вознаменование 6-й годовщины победы Великой Отечественной войны, 6-й годовщины освобождения города-героя Севастополя от немецко-машистских захватчиков, построенных командующим парадом 1-го моего Кокина. Великой Отечественной войны Стройные ряды военнослужащих, веселые лица детей и взрослых, поредевшие ряды ветеранов. Севастополь встречает День Победы. Открывает парад ветераны. Даже те, кто уже не в силах ходить, считают своим долгом 9-го мая быть здесь, на центральной площади города-героя. Разведчики, связисты, ветераны командных пунктов и эскадры кораблей Черноморского флота. Среди них те, кто служил на прославленных крейсерах на реке Красного Кавказа и Красного Крыма. Следом за ними идут ветераны-подводники, воевавшие в составе первой краснознаменной севастопольской бригады подводных лодок, партизаны и подпольщики. Наша программа называется «Севинформбюро». Это, конечно, реплика на советское «Совинформбюро» в годы войны. Она рассказывала о подвигах этих людей. Сегодня спросим, продолжая традицию, что они чувствуют в этот День Победы. Здравствуйте! Скажите, что вы чувствуете в этот День Победы? Радость победы над фашизмом. Ребята, любите Родину, защищайте ее, а мы всегда вместе с вами. Объявили, что на Украине нет парадов. Есть парад в Севастополе. Для того, чтобы посмотреть на военный парад, в Севастополь приезжают тысячи людей. И зрелище действительно впечатляет. Более двух тысяч военнослужащих маршируют по центральным улицам города Героя. Военные моряки. Среди них экипаж гвардейского ракетного крейсера «Москва». Военнослужащие морской авиации Черноморского флота «Морские пехотинцы». Защита и освобождение Севастополя вошли в историю как пример мужества советских людей. В годы войны 118 частей соединений получили имя «Севастопольских». «Рассир «Москва». Субтитры создавал DimaTorzok